Ярославский дворец бракосочетания расширил свою пропускную способность. Отныне регистрация браков здесь будет проходить не только в большом, но и в малом зале. Он не использовался по назначению с советских времен и только что открылся после ремонта. Сеё событие совпало с настоящим свадебным бумом. Число желающих зарегистрироваться было сегодня в 3-4 раза выше обычного. О браке по расчёту не финансовому, а нумерологическому Татьяна Волкова. Мы почти за год, наверное, месяцев за 9. Какой за год? Нет, месяцев за 9, да, практически за год. И то уже была очередь большая. Единицы в штампе о заключении брака сегодня стали причиной свадебного ажиотажа. Ноябрь не считается свадебным месяцем. Во дворце бракосочетания два десятка регистраций в обычную пятницу и то большое достижение. 11, 11, 11 здесь вступили в брак 68 женихов и невест. В районных ЗАГСах тоже желающих было предостаточно. Наша первая встреча произошла 11 числа. А второе основание для выбора этой даты явилось то, что мы всегда хотим быть во всём первыми. И соединив наши сердца и судьбы, хотим продолжать эту прекрасную традицию. Не все пары стремились к этой красивой дате. Ярослава и Людмила выбрала судьба. Решили на 11 число. Сначала не получилось, получилось только на 12, а потом прийти, может быть, кто-то не получится у кого-то. Кто-то передумал. Да, кто-то передумал, и мы решили на это время на эту дату записаться. К сожалению, количество разводов по-прежнему велико. И даже нумерология не спасает неудачные браки. Так что помимо цифр, молодожены вспоминали и про любовь. Ну, это на самом деле не очень важно. На самом деле, любовь и всё такое. Не просто потому, что это 11-11-11, а просто потому, что захотелось. Просто потому, что захотелось стать, всем показать, засвидетельствовать. Свадебный ажиотаж дворец бракосочетания выдержал. После большого ремонта он открылся ещё в мае. А завершение последних доделок позволит принимать ещё больше женихов и невест, желающих, чтобы их брак был зарегистрирован в самом центре города. Долгое время у желающих зарегистрировать отношения во дворце бракосочетаний была возможность оказаться только в этом зале. С этого года проходимость центрального ЗАГСа увеличится. На первом этаже дворца бракосочетаний после ремонта открылся малый зал. Правда, малым его можно назвать условно. Он точно такой же по размеру, как и зал наверху. Расписывались здесь ещё в советское время, но долгие годы зал не выполнял своих функций. И вот теперь вернулся женихам и невестам. Совсем скоро здесь начнутся первые росписи. Следующего всплеска свадьи пожидают 12-го, 12-го, 12-го. Это будет последняя возможность получить красивую цифру в штамп в этом столетии. Ведь 13-го месяца, к сожалению, не существует. Татьяна Волкова, Василий Мосин, Городской телеканал.